Привет, друзья! И вот Михаил Йофи, Михаил Йофи, мой друг, ну это его такой псевдоним, но ничего. Вот он что написал там в школе, надо же такое. Можно взять стакан воды и приставить себе водку. Её вкус, запах, ощущения. Наполнить стакан своими ощущениями и переживаниями. Хорошее средство для похмелки. Вода хороший хранитель информации. То же самое можно сделать и с лекарством, только нужно образец. На этом и строится гомеопатия. И картинка. Кристаллы воды под воздействием музыки, как они меняются. Слушайте, вот давайте мы так договоримся. Что значит хранитель информации? Ну что за глупость? Вот я так и написал. Просто когда вы воображаете вкус, внушаете себе это, и тем самым меняете своё к ней отношение, к воде. Поэтому чувствуете этот вкус потом, когда пьёте. Ну при чём тут хранитель информации и вода? Ну сколько можно оглуплять людей, особенно молодёжь? Вот этими словами. Хранит информацию, информационно-энергетическая структура. Запутали всех людей. А тут я ещё смотрю ролик какой-то, там показывают опять эту телепатию. И даже показывают, что кубик стоит на столе, и человек берёт, не прикасаясь к кубику, вот так вот делает, и кубик всплывает. А в другом виде я смотрел, как один поставил перед собой другого, вот так делает жест, и тот падает, не прикасаясь к нему. Но вот этим самым дурят нашу молодёжь. Зашивают им там прививку против развития. Потому что это всё фокусы. Нет такого в природе, нет таких явлений в природе. Ребята, ну мы же школа. Ну мы же должны научаться отделять мифы от информации и от фокусов. Чтобы мыслить реально, потому что когда мы начинаем мыслить реально, мы такое большое видим, мы столько много изобрести и создать нового, чем вот эти все ерундовые фокусы. Очень много сейчас людей запутывают этими словами. Человек есть энергоинформационная структура. Как вы, говорит, там не понимаете этого. Ну да, да, мы, конечно, этого не понимаем. Вот вы понимаете, если вы сказали энергоинформационная структура, во-первых, слово энергия неопределённое, слово информация неопределённое. И закрыли себе этим вход в размышления. А что же это такое? Ну разве можно непонятным закрыть? Вот как будто вот, как это и в религии, понимаете? Что вы науку в религию превращаете? В науке тоже так закрыто всё. Да, сегодня всё смешали, эзотерику смешали, чепуху всякую смешали. Какая там вода, какой охранитель информации? Да что вы ерунду пишете? Давайте говорить нормальным человеческим языком. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!